США с нетерпением ждут российских бизнесменов с большими деньгами, а дома они не нужны Экономика Бизнес в России 14 января 2040 США с нетерпением ждут российских бизнесменов с большими деньгами, а дома они не нужны В стране созданы все условия, чтобы за границу перекачивались огромные средства Заур Караев Комментарии в просмотров 965 Фото Омего Дас Материал комментируют Юрий Моша В России с каждым годом становится все труднее вести бизнес Тут много факторов санкции, нестабильный рубль Но главное нет вменяемой политике по отношению к бизнесу Государство бюрократически делает невыгодным предпринимательство в РФ Да и к тому же изменения в налоговой политике не лучшим образом сказываются на доходности чуть ли не любого предприятия От того и выходит, что многие уезжают на Запад До этого мы уже писали, что среди представителей крупнейшего бизнеса очень многие либо уже работают за границей, либо же готовятся к полноценному переезду Так, согласно одному из запросов, страну и вовсе готовы в ближайшее время покинуть две трети крупных предпринимателей Разумеется, отток людей с хорошим предпринимательским опытом создаст для экономики большие трудности, причем не только в бизнесе, но и в сопряженных сферах Так, например, по словам известного российского экономиста и политолога Марка Урнова В нашей стране уже есть серьезный дефицит квалифицированных топ-менеджеров И всему виной то, что у россиян нет необходимой трудовой этики, а таланты просто переманиваются в иностранные проекты за большие деньги Можно все сваливать на неправильно привитый капитализм после развала СССР Но, если вдруг кто подзабыл, с тех пор прошло почти 30 лет Целое поколение родилось, выросло и обзавелось собственными детьми Может быть, у нас и правда дефицит квалифицированных кадров, только не в бизнесе, а в некоторых властных структурах Впрочем, это вопрос более философский, а истина такова, что, как бы то ни было, люди с деньгами уезжают Выборы 2021, Кремль решает, как оживить ядро и протащить в Госдуму поддержка малых партий приведет Россию к усугублению политического кризиса На примере России и США, можно проследить, как сильно грамотная политика в отношении бизнеса влияет на экономику в целом Штаты далеко не самая лучшая страна для комфортной жизни, но почему-то большинство крупных предпринимателей из России предпочитают именно ее Почему? Ответов несколько, и некоторые из них очевидны Во-первых, Штаты крупнейшая экономика мира, и вряд ли их позиции как-то серьезно пошатнутся, несмотря даже на самое драматичное завершение истории с Китаем Во-вторых, предпринимательская система в целом свободна, и при этом почти полностью ориентирована на обычных граждан, то есть потребителей Прямое участие государства в этом процессе крайне незначительно Да, основными клиентами для 90% всех производств в Штатах служат обычные люди То есть даже новый бизнес на рынке может довольно быстро стать востребованным, ибо покупательная способность граждан высока Наши бизнесмены прекрасно все это понимают, оттого многие, настрадавшись в России, стараются перебраться именно в Штаты Не в Китай, где в последние годы политика серьезно усложняется, и не в Старую Европу, где своих кризисов достаточно и где в последнее время к богатым русским не столь лояльны, как раньше Что ж, Штаты рады, ибо, несмотря на политический кризис в отношениях Вашингтона и Москвы, деньги никогда не бывают лишними А кто, как не американец, знает толк в деньгах? В общем, США очень гостеприимны по отношению к нашим бизнесменам, да и не только к нашим, но в последние годы особенная активность наблюдается именно среди российских предпринимателей О том, как российские бизнесмены, не лишаясь гражданства, становятся американскими и почему они предпочитают именно США, рассказывает эксперт по эмиграции и бизнесу Юрий Моша В этом плане главное преимущество Штатов в глазах бизнесменов заключается в визовой программе ЭП-5 Тут все очень просто, ты платишь деньги, точнее вкладываешь их в американскую экономику, и за это тебе сначала дают визу, а уже потом ты без особых проблем можешь получить гражданство спустя 5 лет, даже с низким уровнем знания английского языка СП, ну такие программы есть и во многих других странах Да, это факт, но у ЭП-5 есть ряд преимуществ Первое преимущество в том, что это все-таки Соединенные Штаты То есть огромный рынок и огромные возможности Но дело не только в этом Чтобы получить доступ к этому огромному рынку бизнесмену не требуется каких-то заоблачных инвестиций Сейчас эта сумма составляет всего 900 тысяч долларов Долгое время планка держалась на уровне 500 тысяч, не так давно подняли Для многих российских бизнесменов эта сумма незначительна, а для, скажем, успешных мелких предпринимателей вполне посильно Чего уже не скажешь, например, о той же Великобритании В Соединенном Королевстве вам придется раскошелиться на 2 миллиона фунтов Примерно 2,6 миллиона долларов АВТ, что значительно больше, чем по американской программе ЭП-5 Еще одним немаловажным обстоятельством является политика Соединенные Штаты Америки в отличие от Кипра или Великобритании продолжают выдавать визы россиянам по программе ЭП-5 без каких-либо осложнений Для экономики, которую создал Кремль, людей в России должно быть в 10 раз меньше В стране постоянно бесследно исчезают триллионы наличных денег, рассчитанных на улучшение жизни СП, как много российских бизнесменов прибегает к этой программе После того, как власть у США немного упростили весь процесс, заинтересованность резко выросла Например, общее число полученных виз в 2013 году превысило 3,5 тысячи, что значительно превосходит показатели 2012 года Далее рост наметился постоянный Всего Штаты выделяют 10 тысяч квот В 2017 году все визы были розданы В отдельные годы даже выдавалось больше виз, чем изначально предполагалось Например, в 2014 году было выдано почти 11 тысяч Лидерами тут являются китайцы Они всегда получали больше всех виз У них в стране, в отличие от России, проходят форумы и другие всевозможные мероприятия на тему Как получить грин-карту и гражданство США Этот вид виз очень популярен, и чаще всего именно китайцы становятся ее обладателями О россиянах скажу следующее Люди обращаются за визой, им предварительно одобряют, и после этого возникает необходимость в инвестициях И тут самый важный момент Человеку необходимо вложить деньги в правильный фонд, то есть в тот, который гарантирует максимальную доходность Да, эти инвестиции возвращаются к вам спустя 5 лет Зачастую люди ошибаются с выбором и оказываются не в самом лучшем положении Нужны проверенные фонды Мы проводили анализ на рынке, и давно определились с тем, через какие организации получать или визы Эпп 5 получают максимальную прибыль, а где дела обстоят печально Возможно, некая боязнь ошибиться и заставляет россиян задуматься о том, стоит ли переезжать или нет Однако рост все же наблюдается значительный Так в 2007 году визу Эпп 5 получил всего лишь один россиянин А спустя 10 лет уже 174 Колоссальный рост, такого нет даже у китайцев При этом зачастую российские инвестиции значительно превосходят лимит в 900 тысяч долларов То есть люди просто приезжают и полноценно занимаются своим бизнесом СП, как в отношении таких людей меняется налоговая политика Налоги надо оптимизировать, чтобы не переплачивать родине и стране, резидентом которой ты являешься Кстати, налоги это тоже одно из преимуществ США Они для бизнесмены в Штатах ниже, чем в Великобритании или в других европейских стран, в том числе и в России В общем, люди выигрывают, переезжая по этой программе, так что востребованность переезда по программе очень высокая А если так, то может российским властям, наконец-то нужно о многом задуматься Новости России В России может значительно подорожать мясо Редактор субтитров А.Семкин